Библейский портал экзегет.ру представляет 86-й псалом для библейского портала экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. Псалом очень минорный, и я бы сказал, он такая миниатюра, загадочная миниатюра, может, один из самых загадочных псалмов. Сынов Короха, Псалом, Песня, вот эти сыны Короха, это одна из групп левитов, которые составляют какой-то особый хор, совсем маленький псалом, но ничего в нем непонятно при первом прочтении. Основал он город на Святой Горе. Этот город на сегодня любит Господь, больше всех селений Иакова. Разнеслась о тебе слава, Божий град, музыка. Я возвещу, что Рахов и Вавилон, Филистим, Ленитир и Куш, все узнали о нем. И скажут, вот кто родился там. Будут люди говорить о Сионе, вот кто родился на нем. Сам Бог Вышний укрепляет его. Господь в переписи народов напишет, вот кто родился там, музыка. Поющие и танцующие скажут, все наши источники в тебе. Ну, вообще же ничего непонятно, правда? Некая загадка. Но все довольно просто, если попытаться ее разобрать. Святая гора, она же гора Сион, это гора, на которой стоит храм Иерусалим. Он, это кто? Давид. Кстати, предыдущий псалом была молитва Давида. Или Бог. Или, скажем так, по воле Божьей, но руками Давида это состоялось, по его приказанию. Руками его слуг, его работников. Ну, можно и так, и так, наверное, понять. Граница здесь между двумя смыслами очень условна. Да, то есть, конечно, это Бог созидает этот город, но есть же какой-то царь, который издает указ о его основании. Ну, Давид захватил Иерусалим, который до этого принадлежал Иусеям, но он его отстроил. И вот этот город Господь любит больше всех селений Якова, и о нем разносится слава. Все понятно, это прославление Иерусалима. А дальше Рахов. Ну, Рахов это такое чудище морское, так часто называют Египет. Египет часто в Библии называется какими-то другими именами, чтобы, ну, трудно сказать, может быть, чтобы не злить египтян, которые могут как-то понять это как пренебрежение. Может быть, просто вот, ну, такая страна, что ее описывать можно с помощью разных слов и выражений. В общем, Рахов это, скорее всего, Египет, Вавилон, империя Филистимляни, Тир, это город Финикийцев, Куш, это к югу от Египта, скорее всего, Эфиопия и Судан, примерно, нынешние такие страны. Все узнали, то есть окрестные народы знают об Иерусалиме. И дальше три раза повторяется одна и та же фраза, вот кто родился там или на нем. Так скажут разные люди, скажут люди, и сам Господь, наконец, так запишет переписи народов. О чем идет речь? Скорее всего, ну, смотрите, вот анкетные данные, такой-то человек родился в Париже, такой-то в Нью-Йорке, а такой-то в Конотопе или где-нибудь там в Биробиджане. Ну, как-то люди стесняются даже такого пункта в своей анкете, правда? А вот про Иерусалим будут говорить, о, такой-то родился в Иерусалиме, это почетнее, чем родиться в Вавилоне, в египетской столице, какой-то в городе Тире, знаменитый город финикийцев. То есть, более того, в переписи народов Господь запишет, что кто-то там родился. Родится какой-то особый человек, царь, может быть, пророк, который войдет в перепись Господа, и место его рождения будет Иерусалим. Вот смотрите, как тонко, мягко, не говорится там всех победим, всех разобьем, был уже такой у нас Псалом, не говорится, что там все народы придут на Сион и поклонятся таких много Псалмов, но говорится, что всего лишь место рождения Иерусалима станет более славным, чем в других городах. И ведь, пожалуй, правда, сегодня кто у нас родился в Иерусалиме, я, пожалуй, таких людей лично не знаю, но как это красиво, наверное, смотрится в анкете, в паспорте, место рождения и Иерусалим, да, и сразу думаешь, что это какой-то совершенно особенный человек. Вот Псалом сбылся. И последние слова. Поющие и танцующие скажут все наши источники в тебе. Кто эти люди? Ну, какие-то люди, которые ликуют, празднуют. Может быть, рождение вот этого чудесного младенца, какого-то будущего царя. Так это мессианский тогда Псалом. Ну, правда, Христос родился в Иерусалиме, но это недалеко от Иерусалима. Иерусалимская область, скажем так, Иерусалимский район. Может быть, это не мессианский, но в любом случае вот какая-то радость, и эта радость, это ликование, оно полностью зависит от Иерусалима. Ничего другого не надо. Не нужно Великой империи, не нужно там колоний заморских или континентальных, не нужно там денег, войск и всего остального. Все, что нужно для счастья, будет в этом самом Иерусалиме. Есть повод ликовать, танцевать, петь, веселиться и быть этим довольным. А чего еще людям нужно? Вот Сыны Короха, у них такие минорные псалмы, и следующий, 87-й, будет довольно похож, хотя он тоже будет, как и некоторые другие предыдущие, из позиции отчаяния и страстной мольбы о помощи. Сыны Корректор А.Кулакова